Благодарим Тебя, Господи, на то, что позволило нам собраться сегодня здесь, чтобы иметь общение с братьями и сестрами. Научи нас, Господи, изучать Слово Твое, любить Его и воплощать Его в жизни, нести в этот мир. Тебе слава, от Своего Сына, Своему Духу, на ней пресновительков. Аминь. Аминь. Ну прям... Молодец. Да. Лаконично и все, что можно. Да. Ну вот, сегодня у нас Евангелие Теана, 10 глава. Продолжаем. Могите, заходите сюда. Могите, здесь поговорим. С 20 по 26 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи отступили Его и говорили Ему, долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал Вам, и не верите? Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но Вы не верите, ибо Вы не из овец моих, как я сказал Вам. Толкование Блаженного Феофиларта. Какое обновление было в Иерусалиме? Одни говорят, что обновление праздновали в тот день, в который был устроен храм Соломонов. Ну, то есть, когда построили, заробовели в храм, второй храм получался. То есть, это было в 536 году, до Рождества Христова. Ну, его долго строили очень. Его строили, 57 лет строили его. Поэтому начали в 536, а закончили, получается, аж через 60 лет почти. А другие же говорят, не так. Ну, что, евангелист разумеет здесь обновление храма, созданного после возвращения из плена. Ну, про него и говорили. Праздник этот был светлый и многолюдный, так как город после продолжительного плена получил в храме как бы собственное украшение. Тот день обновления храма считали днем радости. На этот праздник прибыл Иисус. Была зима. Ну, снега не представляете себе. Зима – это дожди, погода чуть ниже. Ну, какая? Ну, 20 градусов у них. Это зима. А какая лето, какая погода? Ну, лето до 35-40. Ну, там постоянно ветер с моря дует. Поэтому и там Анти-Ливан, горы Ливан и Анти-Ливан, они огораживают от этой пустыни, иудейской пустыни, и вот аравийских, там вот этих азиатских степей и полупустынь. Там как таковых пустынь-то нету. Пустыня – это кустарники, ну, представьте себе, скалы, такой песочек кое-где, но нету барханов. Барханы – это вот в Сахаре, Каракумы, там есть барханы. Ну, можете себе открыть, посмотреть, как все выглядит в пустыне, и как выглядит каменная пустыня, будем так говорить. А что там? Ну, произошли когда-то катаклизмы, и просто камень, и нету почвенно-растительного слоя. Вот, как у нас, у нас куда ни выйди, везде грязь. Батюшка говорит, грязь – это что такое? Почвенно-растительный слой сверху. Травка, перегной, всякие насекомые, они дают вот этот почвенно-растительный слой, когда перестают жизнедеятельность производить. И вот эта черная такая вверху почва – это и есть самый плодородный слой, в котором все выращивается, который дает жизнь. Ничего этого нету там, где камни. Вот и вот иудеи, по идее, как Господь сказал, что Палестина – это земля обетованная, там, где реки текут молоком и медом. Я понятия не имею, что там за молоко и мед было. Но вот сейчас там настоящая каменная пустыня везде – горы, скалы, они воду берут со скважин. Единственное только – вот солнце, да, солнца много. Ну, говорят, раньше была природа получше немного, там какие-то реки не пересыхали. Где-то на горах Антеливана, Ливана были еще ледники, но теперь уже там нету ничего. Оттуда реки не текут только, когда дожди идут, дождливый сезон, ну, вот это зима назовем. Реки стекают, а потом пересыхают, и так же нет воды. И после этой зимы, в первый весенний месяц Господь пострадал. Ну, то есть пострадал Он 14-го Ниссана. По-нашему это апрель месяц. Вот в апреле месяце, или в мае, очень редко, у нас бывает Пасха. То есть мы страдания Христа приурочиваем, вот как раз к этим дням приурочены у нас. Ну, это православие так сделало, мы знали люди, верили. И эту веру облекли даже в цифры и в погоду. Посему Евангелист заметил это время с целью показать, что время страдания было близко. И потому Господь прибыл в Иерусалим. Иудеи окружили Его, и по-видимому, от некоторого усердия к Нему и желания узнать истину, просят сказать им, Христос ли Он. Но на самом деле вопрос их был праздный и зловредный. Или злонамеренный. Вот так. Вопрос. Вот, как говорится, люблю, пословица такая есть, люблю как душу, а трясу как грушу. Вот это о Христе. То есть они Его любят, а на самом деле они Его не любят. Они Его ищут, помните, вот недавно проходили-то, шестая глава, на озере Ненецоветском. Ищут Его, нашли уже. Задыхаются такие, ну только что гребли. И, Господи, а как Ты здесь ощутился? И Господь им говорит, Вы ищете Меня не потому, что хотите спросить Меня о нужном для Вас, а хотите хлеба просто. Как Господь так вот сразу. Может там какие-то были знаки или что. Можем только догадываться. Но Господь им вот прямо отвечает. А до этого на той стороне был, вот буквально 12 часов назад. И там было 5000, 4000 человек, одних только мужчин. 5000, он их кормил хлебами, рассказывал им что-то. А потом, когда помолился на горе, и как призрак появился, из ниоткуда, как бы из тумана вот этого, на озере, когда шел по озеру прям, и хотел пройти написано мимо, привлекли внимание крики апостолов, которые не могли справиться с волнами. Они не могли никуда плыть. Они стояли практически на месте, их постоянно относило волной. Волны были противные, написано. А Господь как бы сделал вид, что проходит мимо. Они закричали тогда. И все, Господь вошел в лодку, все утихло. И в этот момент они сразу пристали туда, куда плыли. То есть великие чудеса. Он по воде идет, подошел прям именно к апостолам, он проходит мимо. Они призрак, думали. Оказывается, призраки есть. Поэтому смеяться не надо, когда кто-то видел призрака. Нужно подумать о том, что Господь хочет нам этим показать. И Христос показал им, что нет веры у людей. Вера слабая, слабая. И самое главное, после этого он сразу им так отвечает. Почему? Вопросы, ответы нет. Что они такого показали не так? Они его искали. А он видит, что они ищут его просто поесть хлеба. А не потому, чтобы задать вопрос. Вот хорошо, когда ты беседуешь с человеком, человек начинает говорить с тобой, отвечать что-то. Когда просто ты говоришь один, никуда оказывается. Так надо спросить человека. И что он ответит? А то никто не догадался до тебя спросить человека. А что ты спрашиваешь? Я ему говорю о Христе. Знаешь что-то о Христе? Ничего не знает. Я ему говорю о Христе. Рассказал о вечной жизни. Он хоть бы задал вопрос. А почему вечная жизнь? Почему он должен задать вопрос? Ты же сначала должен узнать потребности человека. Чем он живет? Чем дышит? Да ты, ну что так долго-то? Зачем? Просто мы сидим, беседуем. Мы в одинаковых условиях с тобой. То есть людям не надо просто. И все, понимаешь? Чем дышит тогда? Съесть пуд соли там начни еще. А почему бы нет? Да ладно. Все, да ладно. Вот эти пять тысяч и четыре тысячи. И Христос там становился и всем другом, что ли? С каждым беседовал? Как он тебе доверится, этот человек? Кто ты для него? Ты еще для него никто. Когда ты становишься другом, тогда он тебе доверяет. Так вот, Христос для них был никто. Вот потому что он не следовал твоим словам, поэтому он был для них никто. Если бы он подольше пожил, лет триста на земле, да, он бы, может быть, многим был другом. Ну, и не стал другом. Вот не стал. Я что могу тебе сказать? Ну, как не всем. Все отвернулись, кроме двенадцати. Все. Что мы разговор-то разговариваем с тобой? Написано. И зашли на гору, и было пятьсот братьев написано. Пятьсот братьев. Некоторые, говорят, умерли, но еще есть и живые написано. И не поверили, написано. Не поверили. Из этих пятьсот они видели, как возносятся. И еще не поверили какие-то. Вот как бывает. В чем дело? Ну, я не знаю, в чем дело. В человеке. Да что же не сразу поверить? Сколько лет? От того, как ты к Богу обратился. Я не понял. Я просто констатирую факт, что такое есть. А то через меня-то что идти? Я сейчас начну рассказывать. Никто не поверит просто в моему рассказу, как я к Богу пришел. Почему мы поверили, как ты рассказывал нам? Ну, вот вы здесь. Мы все здесь, поэтому друг другу верим. А кто-то не поверил. А кто-то меня дураком назвал. Плюнул даже еще. Я бы тебе сейчас, говорит, как дал. Я когда сказал, что занимался экстрасенсорикой, лечил людей. Встал. Неверующий человек. Так он плюнул. Я как дать тебе, дурак? И пошел. Что он этим хотел сказать, Фиктор Андреевич? Этот человек. Крышу на пути. Я сбился с пути. Я говорю, а я, говорю, поломал все свои эти приборы. Все эти книжки отослал этому своему лжеучителю, которому я учился его этому. И все, и сразу у меня прекратился поток доброжелателей. Сразу и сяк. Не нужен я никому стал. А я ничего не брал за это. Ничего, просто Библию читал людям. Ну, всем надо же быстро. Да и быстрее, быстрее, давай побыстрее все. Ибо тогда, как дела его доказывают, ну, Христа, что он Христос. Ну, а здесь уже, то есть, не Христос помазанник, что он именно Христос. Дела Христа доказывают, что он Христос. Они для убеждения требуют слов. Это, скорее, свойственно шалунам и насмешникам. Вот я про это и говорю. Ты, говорит, для них забавный гуслец, который поет и играет красивую мелодию. И такие славные, забавные слова, говорит. А когда речь идет о том, что ты неправильно живешь, что тебе нужно поменяться, что ты в ад пойдешь, на некоторых попадает это сразу прям злобными такими становятся люди. А Христос нам правду говорил. А говорил какую правду? Что то, что вы народ Божий, избранный Богом, это точно. Но вы не попадете в спасительные планы Господние, если вы не станете полностью исполнять, что Бог вам говорит. А мы все исполняем. Да вы, конечно, не исполняете, естественно. Вы говорите, но не исполняете. Вот вы, как вас много говорите, но не исполняете. И Господь тогда сказал, исполнитель жив будет, а не слушатель просто. Даже читающий. Впрочем, вопрос их, полный неблагодарности и притворства, обнаруживает их развращение. Говорят так, скажи нам прямо. Между тем, он много раз говорил прямо, когда приходил на праздники и ничего не говорил тайно. Называл самого себя Сыном Божиим и Светом, и путем, и дверью. И ссылался на свидетельство Моисея. Как у нас любят говорить. Ну, если честно сказать. То есть до этого ты все время врал, а теперь ты... И причем это прям, говорят, в телевидении там где-то вот прям люди. Ну, если честно, молодежь. Честно говоря. Честно говоря, да, вот так вот. Честно говоря, а до этого ты что... И никто не обращает на это внимания. И причем это говорят, это говорят даже священники, вот я поспасу. Ну, если честно говорить, или если прямо говорить, а ты что, все это что, за угла говорим, криво что ли? Когда они говорят, если честно сказать, то есть честно, то значит, ты шалунишка. Как он один день прожил, всем правду говорим. Так какая у него еще правда, надо подумать. И все после этого сказал. Нет, да? Есть фантастические такие, это американские, там, американские, может, я читал такие рассказы, фантастические прям, что люди начали говорить правду, инопланетяне прилетели, и они такую атмосферу рядом создали, что люди не могут врать. Ну, будем говорить, ангелы это. И люди начинают говорить правду друг другу, до такой степени это, ну, когда вот, и описывают, ну, там, в книге-то все терпит слово. Очень, очень, очень тяжело. То есть, до сих пор не может забыть. Какую правду она мне сказала? А ты думаешь, там правда? Нет, это ее правда. А что ты решила, что это правда, и я не понял. Так многие решили, что это правда, а по мне прям плачут люди, со мной даже не общаются, из-за того, что они услышали. Я говорю, вы что, поверили? Ай, брат, тебе надо каяться, там, и так далее. Ну, конечно, надо каяться, я понимаю. А в чем? Вот там тебе все вот сказали же тебе, и так далее. Ого, ребята, вы даете фантасты. Мы даже верующие не могут оправдывать. Нет, это ты понимаешь. Нет, это можно, брат. Конечно, можно. Потому что сегодня батюшка читал о вождении Духом Святым. Разница между человеком верующим, который просит, Господи, не отними, и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Потому что он отходит, когда мы согрешаем, естественно, отходит от нас. Когда мы возвращаемся, когда мы просим его, он возвращает Духа Святого. А неверующий человек, он, если Духом Святым не водится, и то иногда, наверное, водится. Потому что Святой Дух дышит, где хочет. Ну, да, 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 согласен, конечно. А когда он, большей частью своей жизни, он не водил Духом Святым, тогда чем? Когда противоположным Духом водится. Ну, конечно. Поэтому вот разница между верующим человеком и неверующим человеком, который либо колеблется туда-сюда, либо отрегает его. Да, ну это вообще вопрос такой, самый главный. Нужно родиться свыше, и тогда Дух Святой, ангелы, ангел-хранитель твой, они будут помогать тебе, вот в чем дело. А помогать в чем? Какой человек, этот вопрос, вот это рождение Духом Святого, рождение свыше, не знаю я, если от меня не зависит рождение свыше, то тогда жертва Христова напрасно. Как не зависит? Написано, что без человеческого участия нет ничего. Вот от нас... Мы же часто говорим, он не рожден свыше, и поэтому все закрыто у него, и спасения ему нет. Ну, что-то закрыто, что-то же... Надо смотреть на человека, кстати. Спасение не закрыто для него до тех пор, пока он еще живет. Пока крышка грубая не закрылась. Мы человека не можем бесом назвать, пока душа из него не вышла. Мы не можем сказать, что это бес, и он уже конкретно... Все вот бесы, которые приняли сторону сатаны, ушли от Бога, они назад вернуться не могут. Внутри этих существ бесплотных нету рычага такого у Господа, которым можно надавить, и этот бес покаяться. То есть, почему? У нас плоть, она болит. У нас душа, которая от самого Господа, и у нас есть образ и подобие Божие. Вот в чем дело. И Господь это все сделал для чего? Чтобы человеку можно было куда вернуться. Когда мы, он, этот человек, Господь, если даст ему время, осмотреться в этой жизни, а бывает не дает. Ну, потому что Господь, у него сойдет, он знает, наберет. Да, у него сойдет, он знает, наберет. Какие у него пути это участвует? Да, 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 да. Ну, часто, очень часто, очень-очень, ну, просто... Представьте, сейчас 7 миллиардов людей. Вот даже идут... 8 миллиардов людей в ноябре 22-го года. Ну, ладно, 8 миллиардов людей стало. Благодарим тебя, сестра, что миллиард прибавило. Нам 8 миллиардов людей. Ну, сколько погибло? Ну, погибло там сколько-то. Даже вот от ковида там умерло. Сколько умерло там? 80 миллионов. Много. Много. Ну, с помощью вот этой вируса, допустим, не только от него, допустим. Ну, за короткое время просто, вот я к чему. Ну, что такое 8 миллиардов и даже 80 миллионов? Это же не в один день все-таки. А Господь, когда наказывал Давида, то за полдня, даже там полдня не было. Он там начал с одной стороны и там закончил на... Как Ор, да, по-моему, Херетянин. На его гумне. Когда Давид взмолился. Ну, сколько там, не знаю, время прошло. Ну, пускай 10 часов, 12. 70 тысяч человек умерло в Иерусалиме. Ну, то есть весь город вымер просто и все. Это наказание было Давиду за то, что он возгордился и начал в сердце, в своем сердце исчислять мужеский пол для боевых действий. Чтобы дальше идти захватывать, видать, еще что-то такое у него. Что я теперь понимаю, как биться, я великий полководец, мне только побольше солдат. И он начал с этим на перепись. А ему и сам говорит, военачальник-то, говорит, да не надо, царь-батюшка, не надо пересчислять. У нас хватает всего, нормально у нас все. Есть и кони, и кони, и колесницы, и все, пешие люди. Героев у нас сколько, перечислено герои. Герои, это значит, за ними пойдет 3000 человек за одним только. Они будут биться, как львы. Почему? Потому что впереди идет герой, которого сам Давид наградил этим званием. Все есть, нет вот этого. И Господь говорит, вот так-то будут тебя преследовать, будет неурожай, голод, и враги будут преследовать. И вот будет моровая три дня всего. Там три месяца, там сколько, три года, три месяца и три дня. И он говорит, да ладно три дня, Господи, ты же вилостивый. Вот так, тоже на кондачка. И Господь показал ему, как люди умирают. Он не видел такого никогда. Что за несколько часов 70 тысяч. Вы понимаете, 70 тысяч это сколько? Это бы сколько, если бы сейчас дать, сколько это длится, вот эта вирусная болезнь. Это сколько бы умерло, если бы по часам вымерли бы все. Но Господь останавливает милостью своей. Нам показывает, что все не просто так, о Господе. Значит, рожден у нас выше. Рожден у нас выше, он же и умереть может? Если он родился, то он умереть может? Да, это уже не имеет значения, когда ты рожден свыше. Ну, умрешь, да? Ну, понятно, ты и так умрешь. Нет, духовно умереть. А опять духовно, ну, ты нехорошие ты вещи говоришь. Ну, да, такое бывает. Не бодрствует человек. Апостол Павел, Господь говорит, апостол Павел постоянно об этом говорит. Ну, вот интересно, вот такого конкретно прямого апостол Павел, допустим, у коринфян не говорит, идите на проповедь, там, зовите людей, там, на перепуте. Он примером своим показывает всегда, примером, как он живет, а им очень интересно его слушать, очень, и многие просто слушали. Ну, интересно, один заснул там, парнишонка, ну, когда он дойдет до такой проповеди? И упал с третьего этажа, написано, и разбился. Он же говорит, подражайте мне, как я Христу. Да, да. А вот так вот, ну, прямо, как бы, такого нету. Ну, как бы, это опять же все по скромности. Иисус Христос тоже нигде не говорит, я Бог. Вот так конкретно нет уже. По наберанде какая-то сигнализация еще, знаете? Сигнализация, наберем. Твоя? Он говорит, я Есим. Ну, тут надо знать Ветхий Завет, то, конечно, это, как бы, я Господь. Ну, для многих этого не хватает почему-то. По-другому надо, чтобы, чтобы Господь нашел везде, я Бог там, я Бог там, я Бог там, здесь. Нет, Господь говорит, я скромен. Вот это Он говорит. Это высказывали и умереннейшие из них. Не может человек грешный творить такие чудеса, Евангелие Теана, 9 глава, 16 стих. Вы, говорит, не веруете мне, потому что вы не из моих овец. Я, как добрый пастырь со своей стороны, исполнил все, что мне должно было сделать. Если же вы не следуете за мною, то не я не достоин звания пастыря, но вы не достоины звания овец. Вот так, договорились. Вот так. Вот, а вы говорите, Виктор Андреевич, что, как бы, без моего участия. Ну-ка, видите, без моего участия. Овца должна быть. И овца должна смотреть, какой у него пастырь. Вот я про батюшку все время рассказываю, как овцы. Ну, когда я подхожу, я подхожу, он говорит, подойди, я подхожу. Они вот так от меня отходят, отходят, отходят и в угол туда. Он говорит, подожди, батюшка начинает подходить. Они к нему начинают обратно вот так. Подходят, подходят, подходят. И потом самый такой там вожак один там, потом второй там какой-то заместитель. Они прямо к нему прыгают. Он им так раз там что-то... У меня кошки, это у Казахстанского градуса, они на веранде спят. Я крикнул, ко мне, как они прыгают и бегут. Я не киски с ними, нет, я кричу. Как солдаты, да? Ко мне. Но я когда ловлю там эти рыбы, гальянов-то, иду оттуда, и ко мне им даю. Так они уже, сейчас я иду, когда на велосипедстве идут, они уже приходят, и куча песка там, они сидят на песке и ждут. Когда я, только я оттуда еду, они уже встречают. И значит, он поехал на рыбалку. Ну да, 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 да. Скотина, она понимает. Видите, пастухи, почему, говорят, знают. Вот отец у нас, он всю жизнь был, он природный пастух. Отец у него был, отец... С одной-два пасу. Так он... Стадо большое вес было. Там 800 голов, можно было. И вот он где идет, он идет впереди, они за ним идут. Вот только какая-то... О, да. Опять. Они за ним идут потихоньку. Вот, пасет он там. Коров, допустим, пошли. Коровы слушались, голоса знали уже его, допустим. Одна, всегда корова есть такая, которая говорит там, ну, водливая, противная корова. Все ходят, а ей обязательно надо куда-то зайти, ну, а все за ней идут. Ну, и вот, вот, значит, это он, как у него, кнут такой был, ну, вот как отсюда до той стены. Так, вот ременый, там первые, там вот такой толщины, это там тоньше, тоньше, тоньше идет это все на кольцах, эти, на плетеные, с ременами. Ну, как бы, как ей, другой раз, даст она, шею, на бок воротит, этот рубец на спине соскакивает. Это круто. Так, другой раз только крикнет, куда, как она сажает, раз и назад в стадо. Я ни при чем, вроде, нет, 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 нет. А все равно характер, да? А, привычка. Понимаете, скотина, она очень понятливая. Одна же мы пасли деревенских коров. Навсегда первое время некоторые коровы убегают домой. Ну, дома прикармливают там что-то, и они домой. Ну, понятно, поездят. Ну, как мы, корова уже такая, ну, корова, то делали так, мы вот ребятишки, допустим, у нас такой вот маленький бичик хороший. Она пошла, я разуваюсь, сапоги там сбрасываю, побежал, и за ней. Бегу потихоньку, она трух-трух-трух-трух, и я ее так, это, догоняю. Видишь, что она уже начинает, ну, с километра, погрешаю, она уже начинает. Тогда, как раз, только за хвост ухватил ее, ну, и заворачиваю этим бичиком, это держу, она там, то что, сколько, попрыгает-то, может, там метров пятьдесят. Раз, все, ну, я ее, я, давай-то, да, это, там догнал, а там отец уже подхватывает, и со всего, давай этим, кнутом-то я его хожу. Все. Другой раз, она уже домой охота, только она, он, вот, да! Как она, раз, назад. Я понимаю, знаете, нельзя. Только так, это, ну, а как, ее друг по-другому нет учить, никак. Битие определяется. Ну, конечно, конечно. Ну, ювенальная юстиция сейчас, они пытаются же, только, только сказкой, только пряничком, только как бы... Они вырастут такие, какие им надо. Ну, да. Видишь, вот они как. Ну, то, чтобы человек, они не стараются, чтобы вырос человек, нет. А именно, послушай, робот. Послушай. Да. Вот и все, больше ничего нету. Как это так, там, когда никогда не было. Что, Господь Бог не знал, как воспитывать детей? Такой вопрос ставить даже нельзя. Ну, ставят, ставят, но так по-другому. А вот, так это вот там, да Бог говорит. Слово Бог убирает. Слово Бог убирает. Если хочешь видеть своего сына, чтобы когда-то умрешь, что твоей смертью все не знали. О, смотри, сын-то, как отец был. Ну, у нас правильно. Был в деревне один такой, Гриша. Его звали, прозвище было Богомать. Матерщинник страшный. Он там и Бог, и там и Богород, и вот так и продавал. И сын его, приехал, сын его. Тоже такой же? Ну, ну, не так матерщинник. Ну, такой же пьяница и такой же матерщинник, какой был. Ну, понимаете, учатся от отца. Никогда, говорит, уже у волка рождается волчонок. Заяц никогда от волка не родится. И не будет. И заяц, зайчиха волчонка не родит. А зайчонка и научит его все, что делает. Так и здесь, что и умели родители. Научили, говорит, это, что в детстве закладывается вера, там это неправильно. Вот он возрастет, когда не надо. То, что посеяно, оно в свое время даст рост. Только если благоприятно пройдет, там дождещик, скажем, тепло будет и раскидадут. А если этого не было ничего, это вот трудно будет. Попробуй, что ли. Ну, то есть это, вот, а те, теперь дальше, ну, это, о которых наказание. А те овцы, там, ну, те пасомы, которые идут за Господом, ну, за пастырем добрым, они получают свои вкусные дивиденды. То есть он их приведет на пажить хорошую, он их приведет к источнику воды. То есть они будут иметь то, что надо для того, чтобы увидеть благодеяние этого своего пастыря. И они должны ему в это поверить, а он их дальше доведет до вечных теперь пастбищ. До вечных. Конечно. Нам платили, допустим, послителя привесу. Сколько? Каждый месяц взвешивали сколько. Так мы ставили так уже. Даже так. Где пасем, а где далеко, там, допустим, пасевы, там, сейчас мы с краю даем, немножко покушать, чтобы не... Чтобы привес был больше. Где-то там травку лучше зеленую там пригоняешь. Свиньям крапиву там рвали. Да. У нас свиней пошли. Выгоняют и по лугу они ходят, там роются в камышах, там все это, свиньи. Ну, а свиньи что, тоже пасомые? Ну, мы овечек берем, потому что Господь их берет. А так-то все хотят кушать, и понятно, что Господь не гнушается ни одной тварью. Он показал апостолу Петру это. А у нас пасут, пасет пастух. Я смотрю, он стоит, пастух, а корова там ходит, он стоит, руки в карманы. Я говорю, а что ты так это, даже палочки не взял никакой, прутик бы какой-то. А зачем? Виловато пасет. А зачем? Не, ну как-то всегда у пастуха должна быть это. А для чего? Ну, для чего, даже она пойдет, даже пригрозить ей, даже где-то истегнуть. Это, как корову-то надо. Попадет какой-то зверок тебе, это, хоть палкой ты отобьешься. Сейчас нет, а когда мы в детстве были, было много змей у нас. Ух ты. Змеек было много. Не видел я там змей, ящериц только. Ну, ты говоришь, вот. Сейчас нет. Ну, да, да. Это вот когда я, в детстве это был с отцом. Змеи были. Обязательно палка твоя. Отец убьет змею, там голову ее развета и на муравейник положит. Дни три пройдет, приходит, одна шкурка от змеи. Ничего нет, все муравей. Очищаю. А что ты так это? А то ты брал что-нибудь с собой читать. А я не люблю читать. Как так говорить? Ну, а что ты целый день, и ты так вот стоишь, это как-то, ну, неинтересно. Ну, взял бы там что-то, какую-то книгу хоть бы, или, ну, у тебя есть этот, по этому что-то смотрел бы, хоть там полезное что-то. По интернету. Вот и все. Ну, что, поговорил с ним. Поговорил, а что? А другая есть. Утром я выхожу, коров выгоняет, подбегает одна пастушка. О, батюшка, я забыл, дай мне какую-нибудь палку. А то я там взяла какую-то, она сломалась. У меня была там черенок от вил. А вилы отломились, она на конце еще эта трубка отвела. Ну, и так она, все. Она вот такой, толщины такой. На, отнесла. О, ох, хорошо. И побежала она. Знаешь, пастушка. Понимаешь, как это? Сына, детей, как говорят, учить, да как учить детей. Очень просто. Господь указал, как учить. Хочешь, чтобы потом к тебе в старости не вздрагивать при каждом крике твоего сына. А кто-то там поймали, там, ну, хулиганин или наркоман. Чтобы ты не говорил, ой, это, наверное, мой. Ты никогда, если воспитал, никогда не будешь. Нет, это мой, там он не будет в этом месте. Как отец его, если воспитал, так что-то. У нас отец сказал, вы знаете, где что-то, что-то возьмете, в шкуру сдеру. А я думал, а как тядька будет в шкуру? Как, тядька? Ну, как спросил. Как тядька будет в шкуру? Какую же, ну, ты только узнаешь, где что-то, ну. А им их страхом спасайте, написано. Он редко наказал, но наказал крепко. Но метко. Наказал один раз. И я по сей день благодарен. Я тоже отцу свой благодарен. Помню. Тоже наказал. Помню, хорошо, помню в деталях. Вот как он перемещался, я не помню даже, как. Если бы не было свидетелей, я бы даже не подумал, что я венчался. Разно, что были свидетели. Вспоминают, да? Да. А как отец меня наказал, я до мельчайших подробностей помню. Как он меня... С одной рукой так у меня отходил, что я неделю на печке на животе лежал. Мама у нас наказывает. Да, хорошо, много наказал. И более того, еще было. Вот отцу скажу, это было. А, вот это за собой. Меня тоже. Мать наказал, с матерью мы ничего не понимали. Ну там она вверхе бокрым там хлопнет, веником там где-то. На печке все это балуемся, там ухватом там это, кочергой нас там это пошли. Материнское почему-то не так. Даже и никак. А вот если что-то я сделал, отцу расскажу. Мам, не говори, тядьки, я ей картошки под пол достану и пол помою. А пол не крашен, его надо было там шоркать. Шоркать. Я ей пол помою, что только тядьке не говори. Тядьке, если скажет, тядька. Долго не будет расстать, что, да зачем. Давайте еще дочитаем. Очень хорошо батюшка нам рассказал. Прямо картина перед глазами. Да коли стоит зима, то есть настоящая жизнь, которая всегда имеет смущение от духов злобы поднебесных, старайся и ты праздновать обновление своего духовного храма. Ну, то есть это рождение свыше, вера в Бога. Постоянно обновляясь и полагая восхождение в сердце своем. Псалом 23, 6 стих. Господь, пастырь мой. Нет, 23 это. Сейчас я открою быстро. Так, так, так. Ну что. Не, 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 не. Ну, лучше Библию, взять и быстрее найдешь по Библии. Да ладно. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия и Якова. Если бы тут сидели поактивнее молодежь, они бы уже открывали быстро, но здесь все есть. Да и пока окажем все книг нет у нас. Тогда, да я плохо вижу и так-то. Придет к тебе Иисус и поможет, будет совершить праздник обновления сего в притворе Соломоновом, охраняя тебя своим покровом и подавая тебе мир от страстей. Ибо он сам будет Соломоном, что значит мирный. Итак, кто по выражению пророка, Псалом 91 стих, водворяется в крови Христа, в крови, то есть под жилищей Господня, мирного, с большой буквы, мирный, это уже имя Соломон. С тем самым Христос празднует обновление души Его, доколе продолжается зима, то есть настоящая жизнь. Ибо будущий век подобен весне, тогда все оживет и получит новое бытие, тогда никто не может обновить душу. Все такие дела окончатся с настоящим веком. Не надо будет обновлять, все будет обновлено. И очень страшные слова есть, что те близкие твои, которые не примут веру, и они уйдут в ад, и ты не будешь даже об этом сожалеть. Вот такие есть пророчества. Наказы говорят, не надо, говорят, в угол ставить надо. А я где углов там веру? У меня всего 4 угла, а она в топе 10. Где где углов там на горох? Чтобы вы это ставите. На горох? Ну да. Русский горох. Помните Лаванусов? Гороху хватало только себе поесть. В 50-е годы, после войны ты здесь. Ага. Да. Мать нарежет хлеба. Сколько? Дала всем по кусочку, отцу там 2 кусочка, толще там больше отсюда. А нам по кусочку, все. Мать только вернется, отец от своего кусочка отломит, кого-нибудь, постопа, скорейте. Нам это. Идет. А мать увидит, мать ругалась, бессовестный, отец работает, а вы у него берете. Не было так, что нарядь, бери сколько. Нет. Это не, 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 не. Все было. Сахар там, да, по кусочкам. Да и только праздник когда-то, там кусочек сахара. Такого сразу не ешь, а в карман где-нибудь спрячешь, лизнешь, обратно положишь карман. Дальше это было. Вот. А наказание, наказание, оно всегда все наказывает, наказывается, но как это без наказания? Такого нигде нет. Если его отец не наказывает, он растет по своей воле, то его потом будет другой дядька наказывать. Но уже будет он не пороть ремнем, а дубинкой будет лепить его. И за решеткой будет его. Там смирять будет уже все. Интересный характер. Да вот характер такой. Взяли в армию. С разных мест. Разные по национальности. У меня в отделении было только 8 национальностей. Но все. Все дома разные. Дома там его мать, наверное, ну вставай там, Володя, Ваня, вставай, вставай, дай еще полю. Это первый подъем. Объяснили, что подъем, 45 секунд ты должен уже стоять в брюках, в сапогах и в строю уже стоять. 45 секунд. Вот. Выйти даже, если когда тепло, там на улицу, выйти на улицу, физзарядку делать уже. Все в одном месте. Подъем! Как быстро. Когда дневальный, то там еще тянутся. А старшина у нас был старый, с войны. Он придет, в каптерке спрячется там, посидит. А вот дневальный. Ротоподъем! Ну там, койка, скажем, нет, там. Вот так еще. Он выходит так, руки назад, ноги так широко расставят, роста небольшого было. Вот как Михаил. Ну такой, коренастый. Ротоподъем! Ты знаешь, как всем, что 20 человек, в одно время шило в задницу. Пошла все, со второго яруса там прыгает уже там, это все там, быстро все. А он стоит в дверях, и так на часы смотрит, часы какие-то, мне казалось, большие такие у него были, как квадратные. Смотрит на часы, вот. Раз, дверь закрываешь. Кто остался там, это уже его. Это все так. По три наряда вне очереди. Все спать ложатся, а они, убывальник, убывальник длинный был, вот как вот комната, и все эти, краники все медные такие. До блеска, да? Да, блеска, чтобы сменить, как золотые были. Они почти все равно выйдет, нет, плохо еще. Я один раз заработал. Три наряда. В баню, нас в городские бани валили, в Даниловские бани. Ну, я хотя зимой, холодно, машина-то что-то под брезентом, под это. Ну, и мы садим, значит, это и решили остаться. Остались, ну, все вышли, все в рот уехали, а мы вышли, и в шашку пригораем, в шашку-то, и с сторона, с аршуна заходит. Так, а это что такое? Так, быстро одевали, оделись. Так, с третьей ротой поедете на это. По три, наверное, не очень. С третьей ротой поедете, вторая уехала, значит, наша. С третьей. в бане. Ну, а не так вот, одна рота уезжает, по времени примерно, там уже одевают, сучают, а эта приезжает. В один день на это уделяли, там, в среду, в сетевре, в девочке. В городской бане своей-то не было, потому что часть такая была у нас, как бы, мобильная. Вот, я заработал, но один наряд только отбыли, мне он просил нам. Хорошо почистил. Ну, да, нет, но не злостное такое, потому что мы признали вину, пока и вину признали, все так, все, да, что, вот, не хотелось ехать, не хотелось. Не можешь, заставим. Да, и все, характер меняется, а который не меняется характер, было так, что, один застег, из-за пуговицы, пуговица верхняя, застегни пуговицу, да мне дави, застегни, дави. Он что-то еще говорит, три наряда вне очереди. Незаконно, это, от имени командира роты, пять наряда. Он еще, ну и вот, это, наконец-то, ваше, губ вахта, десять суток. Ну, он такой, на губ вахте начнет, и дело, дошло, до дисбата. Все. Дальше, больше, дальше, больше, дисбат. А дисбат, это, хуже. У нас, было так, что сделали, они, вот, их даже в дисбат, судить, что-то. Они сбежали, с губ вахта-то, их, ларек там был, они ларек, ограбили, в лес ушли, из края, потом это все части, лес прочесывали их, ну, они куда-то там, было, Теперь их уже судит, не военный, уголовка теперь. Уголовка. А уголовка, это, они, это же, познали, это лучше в уголовку, попасть, чем в дисбате. А в дисбате ты пробыл, это не считается. Ты не дослужил, допустим, там год, будешь дослуживать. Там в дисбате два года отслужишь. Вот так вот было. А кто покорный, тот запросто, там все, хорошо. Слушай, если он дома слушался, маму с тетей, он и там будет слушаться, а который нет, начинает что-то возникать, там это, поперек, это. Права качать. Да. И характер меняется быстро. Так, так вот верит человек, ага. До этого было такое, когда если он уверовал, какой, ну, какой характер должен быть, описывается в Священном Писании, какой характер был, какой характер был у апостола, у Господа, у его учеников, какой характер был. Крут, так и смирен сердцем. Да. Он смирен сердцем, вот и все. Отвергнись себя, во-первых, отвергнись себя. Отвергнусь от себя нет, отвержения не было, на первую ступень, он христианин, но на первую ступень не становился. И вдруг про него что-то сказали. Ах, мою личность опозорили, в суд подаю. Подаю в суд. Что? Ну вот, не опозорили даже, а что, напрасно вроде сказали, на меня это не делали, но только напрасно, и напрасно бы, и все. Нет, дело до суда. Позор на всю вселенную теперь. А что? не отвергнись себя, да какое-то, ну ты назови, говорит, меня хоть, горшком назови, только в печку не ставь. Все, так, так, пожалуйста. Ну, Господа как называй, ты, говорит, делай силу князя, Бесовского везде, значит, ты, как бы, тому племену принадлежишь. Он, как бы сказал, кто вы такие, до яда, одного ангела, Господь мог, а он мог легиона ангелов призвать. Рассудите сами, может ли быть такое, давай объяснять, что не может быть такого-то. Кротко объяснил, и все. Так его заушали даже, еще, Господь, и пригваждали, когда тоже не призывал. Ну, первомурчик, Стефан, побывает его камнями, а он молится, он молился, да я в суд на вас подам, вы там, но нет, Господи, не мени его этого греха. Только и всего. Видишь, главное, на первой ступени, не ступал человек. Вот, а если заступил, он бы там бы, и даже, ну что, допустим, сказал напрасно, там, на тебя, что ты этого не делал, а ты это сделал. Что ты от этого? Я уж объясняю так, что ты? У тебя был бизнес крупный, а от этого теперь бизнес ты потерял, или там договор был на миллионы долларов, а раз узнали, что ты такой-то договор разорвали, что потерял-то? Тереть-то ничего, ничего нету. А вот только я, кто подумает обо мне теперь, да кто тебя знает, кто тебе подумает, то что там? Ну, и все будет, и на этом будет, нет, дальше надо. Я говорю, надо было обратно, что, Игнати, подавать, это суд, значит, с обратной стороны. Ответный. Сколько в интернете, какие пакости, там нет ничего, у него-то все документы есть, он может сказать, что это неправда, это неправда, это неправда, это неправда, он слышит этот документ, он там вроде купил, что по глухоте там, справка, что прошел ее. Суд это признал, прокуратура признала эту справку за истину. Все. Все. Нет, это он, когда надо, он слышит, а когда не надо, он не слышит. То есть, там они, как-то проверяли, плохо врачи, понимаешь? Документ есть, вот это, может быть, это, а это нет никаких документов, Там и не было имени-то названо, в том ролике. Но все догадались, что у нас было потеряйка, был у нас один брат. Но я пробовать и говорю, какой проповедь, значит? А вон, подвой, батюшка, а вы зачем мои исповеди разгласили? Когда? А сегодня вы в проповеди говорили. Я что, говорю, я тебя назвал? Нет. Ну, а все догадались, что это я. Ну, сколько, вот греховодник. Я говорю, ну, брат, ну, прости, что так, значит, грех твой был не я, не тайный, а явный. И все знают, кто ты. Ну, как говорят, на аваре, я говорю, шапка горит. Да, это точно. Нет. Ну, вы, это вы как? Ну, как? Я просто говорил, что это такое-то. Я даже не о тебе, в то время-то и не думал, что это тебе-то, а так сказал. А он говорит, что его грех отрасил. На аваре шапка горит. Не подходит. Я говорю, здесь это не подходит. Ты мог бы это поставить? Это самый грех такой против батюшки, что это могут до лишения сана. Да. Сана лишить могут. Да. Но ничего не получилось. Вот так вот. Поэтому главное встать на первую ступень. Если на первую ступень встал, то здесь кто бы что ни говорил тебе, а первый говорит, а что во мне Христос думает? Как я выживу в глазах Христа? Красиво или не красиво? Вот девушки красят там, подводят брови, там выщипывают, что-то там губы красят, там ногти, смотрю, ногти, золотистые, серебряные, розовые, голубые, синие, зеленые. Ногти у себя разные. Для чего это делается? Ну, если для себя, то должна ходить всегда и так смотреть. посмотрите, какие у меня это есть. Незалюбленные в детстве внимание привлекают. Ну, да. Для чего? А это, ведь, это, говорит, другие возникли. Нет, это грех. Мы используем Богу. Господи, ты какую красоту мне дал, она мне не нравится. Мне своя красота нужна. Вот, я лучше себя сделаю красивой, чем ты меня сделал. Лучше этого не сделаешь. Никак. Никогда. Бывает, берут пример, вот там какая-то красавица, ну, красавица внешне нарисована, а больше-то ценится красота духовная. И бывает, когда даже и нет телесной такой привлекательной красоты, но если есть душевная, духовная, то она покрывается, и это сразу видно, эту красоту, когда ты с человеком пообщаешься. а мы что-то здесь, как судят, что вот, а красивая это красота, в одной из бесед он за того, что говорит, тебе понравилось, что красивое, ты смотрел, что на внешность, там, ага, ноги красивые, там, это, глаза, щеки, а представь, что это все нет, что там обнажиться? череп, кости, все, ничего нет, это жутка, представь себе, что это все временное, сегодня, завтра болезнь постигла, и молодая была, красивая, болезнь постигла, все, ничего нет, я служил в Истеркуле, одна была прихожанка, Людмила, хоть она не прихожанка, как бы, она больная, она, было ей лет девятнадцать, наверное, восемнадцать, она занималась там фигурным катанием на коньках-то, ну, где-то соревнование было, там, она как-то упала, ей копчик что-то повредило, ну, и вначале-то ничего, потом заболела, заболела, ее парализовало, ноги полностью отнялись, и руки как-то у нее вот так вот, а мать у нее была верующая, она все, в храм ходила, все, и вот, и она тогда, когда мать-то, когда была, это все, мать говорит, да, успею еще, я еще, молодая, она потом смотрит, у меня сколько было, говорит, этих поклонников, кавалеров, какие-то, если бы, не это, все, я бы, пропала бы, я уж в аду, была, под когда даже тяжело, бывает ли, что-нибудь такое, тягостно, пойду, с людой поговорю, посидишь с ней, побеседую, я ухожу, как бы, воодушевленный, она мужество прибавляла, у меня есть один полуверщик, я его охраняю, который она связала, мать ей в руки, в списке в ложе, они держали кос, масс на придет, козье, это, вот, из козья, они не вязали, в шаре вязали, и она вяжет, если она уронит, она не может поднять, и она писала, писала, переписывала, евангелие, под копирку, под четыре, этих экземпляры, копирка, и у нее красивый почерк, красивый такой, редко такой, мать ей ручку, как в лошадь, и она, вот, и она, как двумя руками, так и пишет, и пишет, и пишет, и пишет, и она всегда, я говорю, Люда, ты можешь, никогда, я благодарю, говорит, за тот случай, что так мне, Господь дал, что я упала, рассказывает, как я говорю, ну, лечиться, да, как только меня не лечили, меня и на муравейни в голову ложили, ну, что, и пчелами, там, это, и, что только не делали, чем только не мазали ее, ну, ничего, так, не помогу, сейчас, не знаю, сейчас, наверное, мама вперед пырла, она, она тоже уже пырла, вот, какие бывают слои, а другой человек здоровый, смотришь, чуть-чуть, да, вот, это начинает нудить, это все, да, что это за жизнь, да, как это, ой, да, мне кажется, у меня кольнуло, где-то там, вот, смотришь, смотришь, стремнуло, Игнатий живет на квартире, у одной бабечки, еще он, когда был молодой, еще до женили, и у него такой старый сундук был большой, говорит, она утром откроет крышку, а на крышке схема всех внутренних органов человека, такая красочная, делает это, она откроет, так, это, сегодня у меня печень, что-то поедает, слава тебе, господи, на завтра открывает, что-то опять ищет, какой орган, это, что-то, это сегодня почка насаждала, там, это, каждый день, это, это, потом, что-то мне Господь там наставил, что-то, соседки опять, говорит, ночью залезли, огурцы, морковку, вывезли, а мне, через мой огород прошли, у меня ничего не сорвали, ничего не, это, не попорчили, она в этом, видела, что, что, Господь ее оставил, нет искусения, у соседки там порвали, все потом дали, а у меня, говорит, нет, опять ничего не тронули, то есть, святые, считай, другого, седая, ну, что, это, ненормально, Семен Верхотурский, сами на себя, чтобы, хорошо делалось, по отношению, какое-то, приду, там, портной был хороший, шубу, там, дорогую, там, это, придется, шить, ему, сошлет, еще, рукав прищет так, что, он, наоборот, смотрит, назад, ну, что, испортим, водя, испортим, водя, раз побьют, там, все поругают, он, слава тебе, Господи, ну, ничего, это, жития святых, как есть, ну, ну, это, жития святых, любое дело, нужно делать, как, для Господа, он делал, все хорошо, но, чтобы, понашение, как это было, а то никакого, так все хорошо, прям, да, ну, так вот, сделают, а это, какой, по, чуть сказали, что, да ты, ох, ты, такой, да я, не такой, да я, это, вот, я докажу, что, что я не такой, а я тем самым заказываю, что ты такой, промолчал бы, сказал, что мне это никак не кажется, я от этого ничего не потерплю, ничего нет, только вы всего, можно закруглиться, давайте, закругляйся, разговор-то был о радости, праздник обновления, то есть, ну какой там праздник был, кто-то Соломона говорит, кто-то это завалили, говорят еще об обновлении 145 года до Рождества Христова Макарейские, ну радость должна быть, радость того, что храм очищен, он посвящен только Богу, и мы, как Богом избранный народ, идем туда, и радость должна на всех распространяться, ну Христос приходит и за место радости получает только одни упреки, и даже клеветы, и более того, готовы его убить, вот в чем дело, и ничего на людей не влияет уже, ни хлеб бесплатный, ни здоровье, ни прекрасные слова, которые Господь говорит, новые слова, или даже сказанные силой необыкновенной, такой божественной, и многим нравится сначала, а потом, когда нужно меняться самим, понятно, что помните Иоанна Крестителя, и все доводит только до одного, что Христос готов, уже понимает, что больше, ну Господь, больше ничем не помочь людям, все, ученики есть, язычники вот-вот подойдут к Фобе, и спросят, можно поговорить к Филиппу, можно поговорить или нет со Христом, все, язычники ближе становятся, этого не должно было быть, Господь говорит, я пришел в дом погибшим, отцам дома Израилева, вот так, поэтому радость наша должна быть от того, что Христос с нами, и вот тем, то, что батюшка рассказывал, человек столько претерпел, представьте, молодая девушка и вдруг, и она благодарит Господа, и златоузка говорит, слава Богу за все нужно говорить, потому что, да, часто мы, конечно, приходим к Господу, когда мы немощны, когда кто-то из наших близких страдает, то есть наше вот это, я, как батюшка говорит, коснулся Господь, и нужна радость именно обновления храма, то есть храм принадлежит Богу, то есть храм, это наша душа, наше тело, мы принадлежим Богу, все, и вот то, что с нами происходит, Господь видит в этом, нечто спасительное для нас, и нам надо это принимать с радостью. Аминь. 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 Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за Твои милости и богатые щедроты, которые бы Ты нас окружаешь, слава Тебе, благодарение Тебе, Господи, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресной и во веки веков. Аминь. Спасибо, Христе. Аминь.